В ходе поисковых ларобут также к ребятам в руки попадают личные вещи солдат, которые находятся всегда с хозяином, при хозяине. Ложка, алюминиевая ложка бойца рабочей крестьянской Красной Армии. Выдавалась в обеспечении, шло в снабжении бойцов, всегда находилась с бойцами. У меня такая ложка, у моего товарища такая ложка и у ряда других моих товарищей такие же. Отличительной чертой, чтобы ложка была именно подписной, вот эта часть широкая, она как раз для этого использовалась. Ложка алюминиевая, металл мягкий. Брался любой жесткий предмет и наносилось имя либо инициалы солдата. И ложка при себе, либо в голенище сапога, либо в ранцию, в вещмешке солдата. Когда находим такую ложку, это шанс на установить имя солдата. Есть имя. У нас есть список личного состава. 90% что солдат будут установлены. Когда мы поднимали именно эту ложку, мы рассчитывали на то же самое. Здесь, если взглядываться, можно увидеть какие-то буквы. Но разобрать точно, что здесь написано, не получилось. Есть буквы, может быть, это прозвище солдата, а может быть, это его просто опознавательный знак, который он для себя отметил, зная, что это его вещь. Но нам с течением времени эту загадку разгадать уже не удалось. Поэтому ложка пришла в музей, а хозяин в братской могиле, мемориальный комплекс, деревня Демехи, Тверская область.